Рыба на английском столе Ни свет, ни заря, а у нас в гостях народный артист России, виртуоз, в которого влюблены все до единой клавиши фортепиано. Коренооборот. Левон Аганезов. Здравствуйте, дорогие мои. Доброе, доброе утро. Спасибо, что проснулись, пришли. 50 лет назад один герой, чуть свет, и я у ваших ног. Вот. Левон Аганезов. С сына бувщика он сделал головокружительную карьеру на подмостках советской страны. С Клавдией Шинженко, Андреем Мироновым, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой его объединяли годы дружбы и творчества. Без бемолей и диезов вам сыграет Аганезов. Эта шутка Аркадия Арканова как нельзя лучше отражает характер большого артиста. Был в Англии в среднем веке такой закон Бенедикта. Да, да, да. Нельзя было есть четвероногих животных. Монахам. Это володь. Монахам. Это мудро. Всех четвероногих. То есть если кенгуру на двух ногах, ее можно. Даже Марк Твент сказал, говорит, ни один англичанин не научил свинью ходить на задних лапах. Вот, вот. Исполнители старой школы, они вообще ограничения себе какие-то позволяли? Ты знаешь, что есть люди, вот, например, Иван Александрович Любеснов, если проще, из Малого театра. Да, 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 это я помню. Он вообще ел мясо один раз в неделю. Он говорит, а мне не хочется. Люди по-разному, да. То есть он, можно сказать, соблюдал английскую традицию. И у меня встречи на вопрос. И какое блюдо сегодня английское мы будем вместе готовить? Самый главный ингредиент в английской кухне это все-таки рыба. Рыба. Да. Все. Значит, мы готовим рыбу по-английски или как она называется? Она называется папием. Ливоноганезом и его папием. Английский лосось. В программе блинковом.ру. Ура. Мы переврали. Папием. Нет, мы не переврали. Просто я во Франции знаю, это блюдо называется папием. Мы берем семочку. Семочку. Перчим ее. Она называется салман. Вот. Так называется по-английски или что? Салман. Салман. Так, и кладем сюда. Поперчили, посолили или она уже соленая? Поперчили и посолили. Поперчили, потом сырая. Делали конверт из фольги. Заметьте. Да, мы сделали из фольги настоящий конверт. Я руководил процессом, да, конверт. Дальше. Мы набрасываем туда. Что, даже не режем? Черри. Нет, зачем? Потрясающе. Они превратятся за эти, за эти 10 минут они превратятся. Да, да. Тогда у меня вопрос. Не один, даже если грузин кладет помидоры на сковородку, когда их не режет. Не режет? Да. Так это грузин, а это англичанин. Кстати, а кстати, у него вопрос. Мужчина, когда хочет кушать, он все равно любой, мужчина становится грузином. Лех, как вы думаете, какое, какое блюдо у бедных англичан вот в средние века, в сегодняшние времена превалирует в, значит, в рационе? Знаешь, я читал у плащиков английских, что бедный англичанин, если у него нет денег, он брал лодку и ловил рыбу. Так, теперь мне нужна дижонская горчица, я просто ее бросаю. А еще, еще, пока Ливон колдует здесь, я вам скажу, что бедные свои Англии, не только бедные, но и средние, очень любят вяленую соленую треску. У нас вобла, а у них треска. Они ее по кусочкам рубят. Я тебе скажу по предмету, в России тоже очень любят жареную треску. Не жареную, а у них вяленая треска. А, вяленая, сухая, а у нас вобла, а у них вяленая треска, пиво, футбол, борт. Как выбирать помидоры? Помидор всегда должен пахнуть помидором. И когда помидор пахнет травой, это не помидор. Это сливки. Да, так точно. Вы запомнили, что Ливон так быстро все молниеносно делает, я напоминаю. Берете пару кусочков семги, перчите, солите, закладываете в конверт из фольги помидоры в целом виде. Вообще это полагается делать в пергаменте. А Андрей Миронов и Ливон Аганешов выступали в такой связке, которая в нокаут пускалась. Научил меня разговаривать на сцене и заставил в первый раз Александра Анатольевича Ширкова. Он нам поставил спектакль, который назывался «Выхожу один я». И там я впервые, это был 79-й год, впервые со сцены сказал несколько слов. Стеснялся, зажимался, как студент. Но потом осмирился, обнагрел. Евгений Павш Ливонов говорит, Лёва, я не буду лишнего человека брать. Подыграешь мне в сцене. И дал мне текст. И у меня не было выхода. И я ему подойду в сцену. Он говорит, если ты ошибешься, я тебе дам по голове прямо на сцене. Это кто говорит, это кто говорит? Евгений Павлович. А, ну я, наверное, Миронов так не говорю. Нет, Андрюша делал так. То есть он... Если я что-нибудь это делал, уже страшно. Понятно. Друзья, вот такая бубуська у нас получилась. Это интересное слово, бубуська. Это английское слово, бубуська. Да, такая бубуська получилась. Ставим. Так. Вот на какую-нибудь, вот на такую, например, вот. И эту бубуську засовываем в печуську. В печуську, в печуську. Аганезов, да? Он запекал семгу. Мне очень понравилась его стиль работы. То есть он все быстро сделал, все правильно сделал. Единственное, что бы я добавил туда, вино белое сухое. Это бы дало намного больше пикантности, нежели было. Да, он все сделал правильно. Но вино божественному мне бы сделало это блюдо. Ты знаешь, что я узнал недавно, Никитушка? Оказывается, англичане, особенно в средние века, рысали, на кухню женщин... Не трогай рот. А я думал, ну, мы... Нет, нет, нет. Должно быть действие какое-то. Мы должны делать, что мы что-то делаем. Мы на кухню женщин не допускали. А почему? А почему? А почему? Ну, считалось, что женщины из спорта все. Вот, вот. Вот это главный вопрос, который я, между прочим, неоднократно задаю. Английский анекдот. Да. Значит, сидит английская компания, выпивает виски. Один говорит, давайте выпьем за любимых женщин. Второй говорит, нет. Давайте выпьем за тех женщин, которых не любят наши жены. Это интересная мысль. Это интересная мысль. Но, тем не менее, англичане не пускали женщин на кухню, получается. И чем это кончилось? Англичанки не умеют готовить до сих пор. А королевам головы рубили мужики шоринистые. И я считаю, что это неправильно. Потому что женщина, на мой взгляд, не может приготовить. Женщин вообще обижали. Но, тем не менее, наши женщины обиженные даже умели хорошо готовить. А у меня вопрос. Я просто знаю, что уникальная русская женщина, уникальная певица, Клавдия Шульженко, работала вместе с альбом Маганезовым. Нет, Сливона Маганезовым. Она не называла тебя Лев? Нет, нет. Она любила говорить. Уральяна. Так. Композитор, пианист. Ей мало было, что пианист. Вот. Она говорит, я говорю, какой я композитор? Сиди уже. Она мне все-таки называла композитором. Но она, она готовить у него? Клава. Она гениально делала бутерброды. Вот. Вот. Резала так, как виртуозно. И всегда носила с собой салфеточку. И мужчины, мужчины, тащились от того, что Клавдия Шульженко делала бутерброды, и угощала, и угощала мужчин. И не запрещали ей это делать, как англичане. Есть! Наша, наша бабучка, вот она. Она готова к употреблению. Только аккуратно надо доставать, чтобы не обжечь руки. Да. Так. Достаём бабучку. И... Бам-бам-бам-бам. Так. Так. И что делаем? Теперь нужно её разрезать. Так. Вот так, ножницами. Но мы это сделаем за кадром. А я напомню про нашу фишку. Мы, это блюдо, предложим продегустрировать простой телезрительнице. И она вынесет вердикт. Ливону Аганезову попробует рыбу, чтобы он потом мог сказать, можно я посмотрю, как вам понравилась моя рыба. Делаем пакет из пергаментной бумаги. В середину кладем соленую и перченую семгу. Вливаем сливки, перемешанные с дижонской горчицей. Туда же отправляем помидорки черри. Закрываем и ставим в духовку на 8 минут. При подаче на стол сбрызгиваем соком лимона. Приятного аппетита. Вот, вот, вот. Не пришел парень? Не пришел. Да пусть он сам об этом пожалеет. Вот есть, есть одна вещь, которая заменит любого парня. Не поддавайтесь на провокацию. Парень, он наконец-то приготовил сам, сам это блюдо, сам. А сейчас вы даже не знаете, не знаете, что вас сейчас ожидает. Не поддавайтесь. Он вас накормит. Подождите, я уже взял телефон. Божественно готовит. И потом вам от молодого человека попадет. Поэтому пробуйте, выносите вердикт, но не поддавайтесь. По-английски называется «попьет». Полина, вот теперь от вас зависит, как говорится, судьба, судьба этого блюда. Марина, так, вы примесь, улыбнись. Так. И попробуйте. Дело в том, что это английское блюдо, поэтому вы леди, английская леди. Пробуйте по-английски. Которая, да, которая пробует рыбу. А мы с тобой стоим, мы ждем вердикта. Так, три, четыре. Что? Полина, не поддавайтесь, не поддавайтесь. Сказали офигительно. Ливон Аганезов в программе «Блин комом». Наш блин оказался не комом. Ливон Аганезов в программе «Блин комом».